В четверг, 28 ноября, состоялось заседание Городской Думы города Заволжья. Согласно регламента, в связи с отсутствием главы МСУ, заседание вела старейший по возрасту депутат Клавдия Михайловна Лошкарёва. В обсуждении первого вопроса повестки дня приняли участие глава МСУ Городецкого района Николай Поляков, глава администрации Городецкого района Владимир Беспалов, секретарь Городецкого районного отделения партии «Единая Россия» Александр Жиряков и глава администрации города Заволжья Оксана Жескова. От фракции партии «Единая Россия» в Думе города Заволжья был выдвинут Владимир Румянцев, заместитель генерального директора ЗАО «Арс». Других приложений не поступило. Александр Жиряков довел до сведения депутатов информацию о том, что районный полицовет единогласно рекомендовал на должность главы города Заволжья Владимира Румянцева. Значит, на самом деле этот вопрос рассматривается на заседании полицовета. В пятницу, потому что тут мне депутат очень задавал вопрос, в пятницу региональный исполком обратился ко мне с просьбой, потому что знаю, что такой вопрос встанет, значит, какие кандидаты мы рассматриваем. Значит, на самом деле я ему назвал две кандидатуры, это Кирилешев Андрей Болевичев и Румянцев Владимир Васильевич. Но встретился с генеральным директором, который у нас с Горевым, он сказал, что Кирилешев, значит, он очень загружен, поэтому эту кандидатуру, хотя все равно мы ее не сиски, потому что мы ее обозначили, да, но изначально директор сказал, что он не может его на эту работу сподвигнуть. Поэтому у нас это решение принято о том, чтобы рекомендовать вам кандидатуру Румянцева Владимира Васильевича. Значит, это утверждено президиумом нашего регионального полицовета, а также Министерства внутренней политики. Поэтому мы поддерживаем вот эту кандидатуру. По результатам голосования из 18 депутатов, а отсутствовали два депутата, 17 человек проголосовали за предложенную кандидатуру. Сам кандидат от голосования воздержался. Уже после голосования Владимир Румянцев ответил на вопрос депутата Абрамова о том, какие цели и задачи ставит перед собой новый глава города. Цели и задачи на сегодняшний день у меня выглядят очень просто. Времени осталось, как вы знаете, там немного. Задача, вот это наше разобщение, которое имело место быть в предыдущий период, хотелось бы устранить, хотелось бы добиться взаимопонимания, взаимного уважения в общении между собой депутатов. Для этого, я считаю, я должен и буду стараться общаться с каждым депутатом, столько, сколько он будет угодно. Задача у нас одна, угодить нашим избирателям, если так сказать, грубо. А на самом деле, то, что люди у нас спрашивают, пожеланий много, вот в соответствии с этим пожеланием будем пытаться работать. Если вы, Александр Ильич, имеете в виду концессию, то сегодня мы будем рассматривать вопрос... Подойдите вопрос, я бы спросил прямо у вас. Я вас не перебиваю. И хочу вам сказать, что сегодня мы только занимаемся пока слабого успеха. Хотя вопрос этот очень сложный, поскольку зашло в этот теорет. Он требует очень подробного и серьезного изучения. И людей беспокоит, вопрос резонансный, все мы это знаем и непростой. Как? С ним будем работать, будем изучать, будем консультироваться, специалистов всех будем приглашать. И изучив подробно и посоветовавшись с каждым депутатом, наверное, я надеюсь, мы совместно примем какое-то решение. Депутаты приняли отставку депутата Кильдишева, который сложил в себя полномочия заместителя председателя Думы. Вопрос о выборах заместителя председателя Думы будет рассматриваться на следующем заседании в декабре. По вопросу выплаты денежного вознаграждения за ноябрь месяц текущего года бывшему главе местного самоуправления Александру Пенскому выступил депутат Алексеев, за предложение которого депутата проголосовали единогласно. Я был инициатором данного решения, так как у нас было принято решение Думы рассматривать денежное вознаграждение главы местного самоуправления на каждом заседании Думы. Ежемесячно. Ежемесячно, да. Так как предыдущий глава местного самоуправления у нас отработал, ушел, сложил с себя полномочия, то предлагается установить денежную выплату в главе местного самоуправления. Толь, какая она у него и была в предыдущем месяце. Это 38 262 рублей. О том, как проходила дискуссия о будущем муниципального предприятия Тепловодоканал, смотрите во второй части репортажа с заседания Городской Думы.